Честно исполнять свой врачебный долг, клянусь. Восемь молодых докторов и медсестер произносят клятву Пермского института сердца. Ручаются быть внимательными к пациентам, совершенствовать медицинские познания, быть достойными своей профессии. Если же я нарушу эту клятву, пусть меня покарает презрение коллег. Это не пустые слова, говорит врач-кардиолог Наталья Русских. В каждой фразе понимание той огромной ответственности, которую доктора приняли на себя в момент выбора профессии. Наталья из семьи медиков, еще и ее прабабушка прошла войну медсестрой. Все сложности на работе с лихвой окупаются, говорит потомственный врач, когда пациент выписывается из больницы с легким сердцем. Когда он тебе говорит, что да, все прошло, что он чувствует себя хорошо, что больше здесь не болит, это подстегивает дальше работать. Усердие, преданность, жертвенность – эти слова, выражающие главный принцип врачевания, теперь золотом вышиты на знамени Пермского института сердца. Совершая канон его освящения, отец Игорь подчеркнул, насколько близки друг другу призвания врача и священнослужителя. Каждый священник, на мой взгляд, должен быть немножко врачом, и каждый врач должен быть немножко священником, то есть помогать еще и душе человека. В праздничный день профессор Сергей Суханов отметил ряд своих сотрудников почетными золотыми знаками института сердца и грамотами. И не раз на сцену выходили известные пермики сказать в адрес медиков теплые слова и прочитать в их честь стихи. И не ради побед и наград днем и ночью латает больного мастерство медицинских бригад, милосердие, скальпель и слово. Сейчас в Пермском институте сердца трудятся около 500 специалистов. Вот-вот в его истории наступит новая веха. Мы уже в преддверии открытия федерального центра, и сейчас на нас возложена губернатором ответственная очень задача подготовка кадров. И мы сейчас набираем сотрудников, мы всех приглашаем, кто хочет посвятить себя такому нелегкому, но весьма одухотворенному, духовному делу, как нашу специальность, я приглашаю к нам в институт сердца. Елена Закирова, Сергей Пьянков, Телевизионная служба новостей.